Уже много лет в городском округе Люберцы работает уникальный клуб авиационно-технического творчества «ИКАР». На днях у него в гостях побывала наша съемочная группа, пообщалась с руководителями и участниками клуба, а также узнала, что такое по-настоящему влюбиться в небо. Юные летчики-испытатели, конструкторы и авиаторы моделируют пилотажные самолеты в Люберецком клубе Музея техники. Ребята, влюбленные в авиацию, приходят сюда в возрасте 6-7 лет, совмещая учебу в обычной школе с проектированием воздушных судов. Применяется на улице, на каких-либо больших мероприятиях. А для чего? Для показательных выступлений, чтобы показать, чему мы научились за прошедший учебный год и вообще показать свои навыки. Все экспонаты, представленные здесь, созданы школьниками. Они ничуть не уступают спортивно-пилотажным самолетам, предназначенным для взрослых тренировок и для участия на международных соревнованиях. Дети делают самолеты, но основу изготовления самолета, конечно, делает руководитель непосредственно, потому что у нас есть я как руководитель и есть мои помощники. То есть это взрослые, будем так говорить, дяди, но большие мастера этого дела, которые помогают и которые курируют сборку самолета и прочее. В клубе для будущих летчиков установлен тренажер для пилотирования радиоуправляемого самолета. Это компьютерный тренажер, который имитирует полет на аэродроме, где производится взлет и посадка. Сейчас вы увидите, как наш участник уже умеет что-то делать по пилотированию. У него задача простая – это взлететь, пролететь по кругу и посадить этот самолет. Многие ребята, обучающиеся в клубе, не раз становились победителями на международных соревнованиях по пилотированию. На этой модели я выиграл первое место по Московской области на чемпионате России. Модель сделана из дерева и обклеена пленкой. Вот здесь краска, это окоп, сделан стеклопластика. Также вот здесь видно приборы, как у настоящего самолета. Впереди у будущих авиаторов новые идеи, горизонты, взлеты и, конечно же, победы. Екатерина Скрижалина, Никита Скраган, телеканал ЛРТ.